Законное право на ваш воротник имею только я, так же как и на ваши волосы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дырянь! Тем хуже. Начнем без нее кубинскую негу. Сейлибун уже смотрел на часы, и он, наверное, не понимает, чего мы тянем. Так, Леона, Леона, возьмите инструмент. Все остальные по местам. Возьмите инструмент и приготовьтесь. Скажем, что она отравилась. На прошлой неделе один посетитель поел грибов и отравился. Она же страдает. Ты знаешь, я могу понять, что любовь убивает. Однажды, однажды, я, кстати, так и сказала Эдмону прямо в лицо. Эдмон, чувство страшная вещь. Если я тебя застану другой, я просто закрою глаза и нажму на кошетку. Женщину, которая столько выстрадала, сколько я, а во Франции есть законы, оправдают без суда. И что, он тебе ответил? Да ничего. Он хотел было зевнуть, но остановился вовремя и взял газету. Бац! Упа! Я поняла, что попала в цель. Так, начали. Очень горячо, очень страстно. И раз, два, три, четыре. Как на меня действует эта мелодия? Да ведь это же музыкой назвать нельзя. Но зато наводит на мысли, а, любые? Вам, моя милая, меня не понять. Не понять. Ну, вот, например, мой Жорж. Возьмите моего Жоржа. Он же, он же избивал меня. Он был глуп, но в постели. Моя милая, за это можно простить мужчине все. Правда, вам меня, конечно же, не понять. Но неужели вы никогда, никогда не были с мужчиной в постели? Есть вопросы, которые даже женщины не должны задавать друг другу. Ведь я же вам сказала, что я уже всю себя посвятила бедной клянче и моему искусству. Начать с того, что она щепка. Небольшим мужчинам, как вы, месье ли он, нужно, чтобы женщина о них заботилась, окружала вниманием, чтобы с ней было тепло. Нужна женщина в теле, знающая жизнь. Ведь для любовника такая женщина – настоящая мать. Ой, мамочка, только мамочка меня любила. Я буду тебе вместо матери, мой птенчик. А щепки, щепки только о себе и думают. У них ведь нет ничего лишнего, чтобы предложить другому. Ой, мамочка. Вы, вы думаете, я не страдаю? Да я, да я иногда разденусь перед зеркалом и смотрю на себя перед зеркалом в шкафу. Я красива! Да, 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 я красива! Но я, но я не могу! Не могу! А на наклее тут совсем нетрудно. Ну вот теперь-то ты понимаешь, что Эдмон – ха-м. Большего, да большего негодяя не найти. Никогда ни одного ласкового слова. Да вообще ни слова! Нем как рыба! Медведь! Ну вот в чём дело? Он, он как часть меня. Когда он уходит, я вся. Ожидание. Когда он здесь волит вернуться, всё, я становлюсь целой, я становлюсь собой. Не знаю, ты вообще понимаешь, о чём я? Конечно, моя дорогая, дело не в нём, дело в тебе. Именно! Именно поэтому он и получит! Он, да, он получит всю обойму, если только попробует приударить за другой. Бэм! 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 И бать! Бэм! Это! Это и есть! Любовь! И вообще! Плевать мне на всё! Плевать! И на всё станет крестом! И это тоже со слезами и страстями! Плевать мне на них! Плевать! Крест, я не злой! Сначала в гостинице, потом дома, сначала одетый, потом раздетый. Я с ними мучаюсь и свожусь в меня в деде, в желудке. Но где там глубина души? Я понимаю, что мне на всё наплевать. Иногда я сбегаю от них, и так, где пляж и бассейн, где купаются и загорают женщины. Я гуляю, или делаю печь, что ищу, но я ничего не ищу. Я сон! Солнце! И все мне повинуются. Все мне повинуются. И совсем молоденькие, которые ничего не умеют. Матери, которые, если отдаются, так наслаждением наверняка. Мне предлагается всё самое лучшее. Самое сокровенное, распластанное, обнажённое, чтобы не упустить ни единого лунчика. И вдалбила реклама, что нужно зажариваться, пережариваться на вертеле. Шашлык! И повар, даже я! Я не Ром, я теперь и все мои. Все с одним я ласковым комплиментом, сантиментом, а других я в плёткой, в плёткой. Некоторых я вообще приказываю казнить. Все знают, что есть проститутки, но к ним нужно пойти, и они дорого стоят, и потом страшно можно заразиться. А тут, представляете, двое отошные женщины, все самые красивые, все родные и бесплатные. Да страшные граждане! Куда же? Все голые! Все! Закон! Под страхом смерти! Силён, птенчик мой, ну нельзя так вести себя в оркестре. Ну успокойтесь же, патрон на нас смотрит. О! Кто вас прослал на мою голову? Что, свинья? Я вам за это плачу, чтобы вы стреляли с меня в туалете, да ещё в часы пик, чтобы всех зрителей распугать. Какие у вас тут драмы, мне наплевать! Завтра же нанимай другой оркестр! Ну, музыка же, музыка! Играйте, идиотки, живее, чтобы все заплясали, чтобы никто ничего не заметил, чтобы было весело! А она что, что, что умерла? Я не знаю, не знаю! Сейчас взломают дверь, послали за доктором. Музыка же, музыка, мадам Артас, музыка! Играйте, играйте! Зрителям сказали, что лопнул прожектор! Дети мои, скорее, орёзы-висталки пропускаем! Номер шесть! Да меняйте же номер, меняйте! Играем гавот маленьких воркев! Дура, дура, я говорила, что нам принесёт одни несчастья! Для чего я думала покончить с тобой, только чтобы насолить другим! Так, всем подготовить инструменты! Подъёмом начинаю считать! Один так для счёта! И раз! Два, три! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шашлык! И повар! Даже я! Я не ром! Я теперь! Все мои! Все! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok